С журналистами Константин Хабинский встретился на пресс-конференции. Субботний визит актера в Иваново был расписан буквально по минутам. Утром встреча с воспитанниками его творческой студии «Клевер». Собственно, за этим он и приехал. Потом вопросы прессы и уже вечером официальное открытие школы. Хабинский сразу расставил акценты. Актеров его студии, а таких в России 12, не готовят. Ставка сделана на творческое развитие ребенка. Нравственное становление личности через приобщение к искусству. Студия в Иваново начала свою работу в сентябре. И вот первые впечатления художественного руководителя от местных ребят. Как я и ожидал, я увидел ребят, которые уже дышат почти одним дыханием. Это умные глаза, это обаятельные люди, которые, в отличие от наших первых студий, не увидели человека из телевизора, а увидели уже просто человека и вошли в диалог. Это меня очень порадовало. Актерское мастерство, сценическая речь, хореография, вокал – все это уже начали осваивать 230 воспитанников студии «Клевер». Преподаватели артисты Ивановских театров. Занятия бесплатные. Какие требования? Посещать занятия, дисциплина. Вот основные требования. А дальше те, кто будет посещать и будут постоянно приходить на наши занятия, уже следующие требования. Не бояться. Не бояться и еще раз не бояться. Все. Торжественное открытие состоялось в актовом зале Химуниверситета. Для Клеверят это очень важный день. Они познакомились с Константином Хабенским и наперебой делятся впечатлениями. Мы сегодня с ним встречались, все задавали ему вопросы, все задавали по студии, по его жизни. Было очень интересно. К нам приезжали учителя из Питера, проводили мастер-классы. Нам всем очень понравилось. Он для меня как что-то необычное. Я его впервые вижу, но его часто видел в фильмах. А в живую вижу только сегодня. Я, конечно, еще не смотрел в фильмах его, как он выступал, но я помню, я видел его в рекламе «Мегафон». Мне понравилось, как он снимался в рекламе. Сегодня встретилась с Константином Хабенским. Мне он понравился. Он такой, для меня он был не очень строгий, такой, как всем иногда кажется. Хороший человек. Студии Константина Хабенского работают при поддержке его же благотворительного фонда «Оперение». Глобальный проект помогают реализовать спонсоры и региональные власти. В Иванове вкладывают средства в творческое развитие детей. Вызвались 14 попечителей. Конечно, очень тяжело, особенно в наших нынешних условиях, открывать студию. Это очень тяжело. Но еще сложнее создать условия для того, чтобы эта студия продолжала жить, для того, чтобы она продолжала развиваться. Я желаю городу, я желаю студийцам, педагогам, я желаю всем тем людям, которые помогают нашему полету, только-только, который начался полет в нашей студии, я желаю крепких и финансовых, и духовных крыльев. Спасибо большое. Учат в студиях Хабенского, кроме всего прочего, еще одной важной для современного мира вещи – милосердию. Уже многие годы жизнь актера неразрывно связана с благотворительностью. Он помогает детям, страдающим онкологией. А теперь у него по всей стране появилась армия маленьких единомышленников. Студийцы из других регионов со своими спектаклями уже собрали 14 миллионов рублей и подарили шанс на выздоровление 23 ребятам. Возможно, скоро свой вклад в копилочку хороших дел сделают и клеверята. А как это здорово – творить на сцене и творить добро, показали студийцы из Санкт-Петербурга. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.